Название этой змеи на всех языках отражает способность рептилии греметь, трещать, тарахтеть. Шум, производимый ею, напоминает звучание маракасов, но это не самая веселая музыка. По основной версии, гремучая змея с помощью трещотки предупреждает и отпугивает врагов. Конструкция звукового инструмента достаточно простая. При линке на кончике хвоста образуется секция из кератиновых пластин. Последовательность этих секций создают конструкцию, способную звучать. Трещотку – погремушку. Специальные шейкерные мышцы потряхивают кончиком хвоста с частотой около 50 Гц. Вибрация приводит погремушку в действие. Это объясняет, почему гремучая змея названа гремучей. Количество линек у змей зависит от наличия пищи и скорости роста. При сбрасывании старой кожи трещотка прирастает еще одним сегментом. Старые секции могут отпадать. То есть размер трещотки не свидетельствует о возрасте змей. Ученые считают главной особенностью этих змей неумение трещать, а наличие двух инфракрасных сенсоров. Они расположены в ямках на голове, между глазами и ноздрями. Поэтому из семейства гадюк гремучих змей выделили в подсемейство ямкоголовок. Инфракрасные датчики работают на небольшое расстояние – около 30-40 см. Этого достаточно, чтобы сделать успешной ночную охоту на теплокровных животных. Инфракрасные рецепторы очень чувствительны. Они улавливают температурную разницу в 0,003 градуса по Цельсию. Могут работать самостоятельно или помогать глазам, увеличивая четкость изображения при очень слабом освещении. Глаза гремучих змей, как и инфракрасные сенсоры, ориентированы на работу в темное время суток. Но зрение у гремучников слабое. Оно фиксирует движение. Неподвижные объекты различают с трудом. В отличие от зрения, обоняние у змей действует отлично. В процессе определения запаха работают ноздри и змеиный язык, который доставляет пахучие молекулы к периферическим органам обонятельной системы. Наружных ушей у змей нет. Среднее ухо плохо чувствует звук. Ориентировано на восприятие вибраций почвы, передаваемые через скелетную систему. Клыки гремучей змей содержат протоки, которые соединены с ядовитыми железами. В момент укуса мышцы, расположенные вокруг желез, сжимаются, и яд впрыскивается в жертву. Система генерации яда и умерщвления жертв работает с рождения. За действующими клыками располагаются запасные. В случае утраты происходит замещение ядовитых зубов. Есть змеи, которых без скидок можно отнести к гремучим второго рода. Это настоящие гремучники, системное имя Кроталус, и карликовые гремучники, системное имя Систрурус. Оба этих рода входят в подсемейство ямкоголовых, системное имя Кроталины. Родственниками настоящих и карликовых гремучников являются такие известные рептилии, как щитомордники, копьеголовые змеи, бушмейстеры, храмовые куфии. В рот настоящих гремучих змей включены 36 видов. Самый примечательный из них – ромбический гремучник. Встречается в США, во Флориде. Змея крупная, до 2,4 метра в длину. Производит на свет от 7 до 28 детенышей размером около 25 сантиметров. Техасский гремучник. Встречается в Мексике, США и на юге Канады. Длина змеи достигает 2,5 метров, вес – 7 килограммов. Чудовищный гремучник. Название получил благодаря своим крупным размерам. Длина достигает 2 метров. Встречается на западе Мексики. Рогатая гремучая змея получила свое имя благодаря кожным складкам над глазами, которые выглядят как рожки и используются для защиты глаз от песка. Одна из самых мелких гремучих змей. Ее длина составляет от 50 до 80 сантиметров. Эта гремучая змея на фото часто демонстрирует свои рожки. Полосатая гремучая змея обитает в основном на востоке США. Опасная змея, яд которой может вызвать летальный исход. Малоголовая гремучая змея распространена в Центральной и Южной Мексике. Змея небольшого размера, длина не более 60 сантиметров. Гремучник Митчелла назван в честь врача, который в 19 веке изучал яд змей. Встречается в США и Мексике. Взрослая особь достигает 1 метра. Чернохвостый гремучник обитает в Центральной части Мексики и США. Название соответствует основному внешнему признаку. Хвост гремучей змеи черный, присмыкающийся средних размеров, не превышает 1 метра в длину. Живет долго. Зафиксированы случаи достижения 20-летнего возраста. Мексиканский гремучник. Живет в Центральной Мексике. Обычный размер змей 65-68 сантиметров. Имеет яркий и отличный от других гремучих змей рисунок. Аризонская гремучая змея. Житель Мексики и США. Змея небольшая, длина до 65 сантиметров. Красный гремучник населяет Мексику и Южную Калифорнию. Его длина может доходить до полутора метров. Яд сильно действующий, но змея не агрессивная. Несчастных случаев с ее участием мало. Гремучая змея Штенгера. Названа в честь известного герпетолога Леонарда Штенгера, работавшего в 19-20 веках в Норвежском Королевском университете. Змея встречается в горах Западной Мексики. Очень редкий вид. Вырастает до 58 сантиметров, отличается неслышной погремушкой. Тигровая гремучая змея. Живет в штате Аризона и в мексиканском штате Сонора. Достигает в длину 70-80 сантиметров. Яд этого присмыкающегося считается одним из самых эффективных среди гремучников. Поперечно-полосатый гремучник. Редкий вид, обитающий в Центральной Мексике. Возможно, самый маленький представитель настоящих гремучников. Длина не превышает полуметра. Зеленая гремучая змея. Название отражает серо-зеленый окрас рептилии. Живет в пустынных и горных районах Канады, США и Мексики. Достигает полутора метров в длину. В рот карликовых гремучих змей включены всего два вида. Массасауга или цепочный гремучник. Обитает, как и большинство родственных видов, в Мексике, США, на юге Канады. Не превышает 80 сантиметров в длину. Просиная карликовая гремучая змея. Живет на юго-востоке Северной Америки. В длину не превышает 60 сантиметров. Родиной гремучих змей является Америка. Северная граница ареала – это юго-запад Канады. Южная – Аргентина. Особенно много видов гремучников населяют Мексику, Техас и Аризону. Будучи хладнокровными животными, они предъявляют повышенные требования к температурной обстановке. В основном гремучая змея обитает в местах, где средняя температура равна 26-32 градусам по Цельсию, но выдерживает кратковременное снижение температуры до минус 15. В холодные месяцы при температуре ниже 10-12 змеи впадают в состояние подобной спячки. Ученые называют его брумацией. Змеи собираются во множестве, до тысячи экземпляров в расщелинных и пещерах, где впадают в анабиоз и пережидают холодный сезон. Одновременно проснувшиеся, эти рептилии могут организовать целое нашествие гремучих змей. Питание. В меню гремучих змей входят мелкие животные, в том числе грызуны, насекомые, птицы, ящерицы. Основной метод охоты – это ожидание жертвы в засаде. При появлении потенциальной добычи происходит бросок и поражение неосторожного животного токсичным укусом. Яд гремучей змеи – главное и единственное оружие. После умерщвления наступает ответственный момент заглатывания жертвы. Процесс всегда начинается с головы. В таком варианте лапы и крылья прижимаются к телу, и весь проглатываемый объект принимает более компактный вид. Пищеварительная система справляется даже с неудобо варимой пищей, но на это требуется время, и змея отползает и устраивается в безопасном с ее точки зрения месте. Наилучшим образом процесс пищеварения идет при температуре от 25 до 30 градусов. Змеи нуждаются в воде. Основную часть влаги организм получает из пойманных и проглоченных животных. Но жидкости хватает не всегда. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok